Как утверждают знатоки, в Соединенных Штатах нельзя продавать шоколадные яйца киндер-сюрприз, так как с 1938 года здесь запрещено класть продукты несъедобные предметы. Поскольку сюрпризы появились в продаже только в 1972 году, то американцы в своей стране не видели их никогда. В 1989 году в США запретили национальное шотландское блюдо – бараний желудок, начиненный потрохами барана. Американцы считают, что легкие этого животного, входящие в состав блюда, опасны для здоровья человека. Нельзя есть в Америке торт со свиной кровью, так как он имеет неэстетический вид и является антисанитарным. С 2002 года запрещена в стране и рыба фугу, столь популярная в Японии, так как ее внутренние органы очень ядовиты. И одного миллиграмма яда достаточно для того, чтобы умертвить 30 человек. Нельзя есть в Америке мясо, выращенное в других странах. Все мясные продукты должны быть местного производства. А вот тканина запрещена любая, в том числе и местная. Шоколадная паста Веджимайт попала под запрет из-за своей чрезмерной сладости, а безалкогольное шампанское – из-за того, что дезориентирует покупателей. В США запрещен абсент с большим содержанием полы. Которая приравнивается к органическим наркотикам, как и кокаин. А также энергетические напитки, содержащие кофеин. По мнению экспертов, энергетики маскируют признаки опьянения, в результате чего повышается вероятность злоупотребления алкоголем. Как утверждают специалисты, под запрет в европейских странах в первую очередь попадают товары с опасными для здоровья добавками и консервантами. Так, например, с 1997 года запрещена продажа курицы, которую для уничтожения в птице бактерий обрабатывают хлором. В Европе этот метод считается опасным, ведь высокое содержание хлора вредно для здоровья. В 2010 году такой же запрет введен и в России. В Дании запрещены зерновые батончики, поскольку по данным ветеринарного управления страны, они содержат токсичные вещества, влияющие на печень и почки детей. Мясо крупного рогатого скота, свиней и индеек часто производится с использованием гормонов, что позволяет животному быстрее набирать вес. Ученые считают, что это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей, потому такое мясо запрещено в 160 странах мира, включая Европу, Китай и Россию. Нельзя продавать в Европе и чипсы, приготовленные на синтетическом жире алестра, который вызывает заболевания желудка. Для производства картофельного пюре быстрого приготовления часто используют консервант Е320, вредный для здоровья человека, поэтому его запретили в Японии и некоторых европейских странах. В списке запрещенных – хлеб, содержащий биодобавку ADA, благодаря которой продукты дольше сохраняются свежими, но которая может вызывать аллергию и астму. Также под запретом желатиновые конфеты в маленьких чашечках, содержащие волокно конжак, которое набухает при контакте с влагой и, застряв в горле, вызывает удушение. Как утверждают знатоки, в культуре многих народов нельзя использовать некоторые привычные нам продукты. Так, семена мака, популярные как приправа в разных кулинариях, запрещены в Сингапуре. В Макдоналдс Индии вы не купите бургеры из говядины или свинины, в том числе знаменитый Биг Мак. В их меню представлены только индийские гамбургеры, 100% вегетарианские. В мусульманских странах Макдоналдс вместо гамбургера подают бифбургер из говядины. Изменив название блюда, ресторан лишний раз подчеркивает, что в нем нет свинины. Еще один религиозный запрет на салат латук существует на севере Ирака, связанный с верованиями езидов. Он объясняется тем, что местное название растения, хас, созвучно с термином, которым езиды называют своих святых. Брокколи и цветная капуста исключены из рациона истинных иудеев, так как там могут находиться насекомые или черви, которых запрещено употреблять в пищу. По этим же причинам не рекомендуется есть ежевику и малину, так как эти ягоды невозможно тщательно отмыть, не разрушая плода. Среди сомалийцев в большинстве кланов существует запрет на рыбу. Не разрешено даже вступать в брак с людьми из других кланов, которые ее едят. Табу на употребление морепродуктов встречается среди многих скотоводов и земледельцев Египта, Эфиопии, Эритреи, Кении и Северной Танзании. Буддийская кухня в Китае традиционно исключает из всех блюд чеснок, употребление которого, по их вере, стимулирует в человеке низменные инстинкты. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.